Курехина Курехин был не просто ярчайшим человеком своего времени, не просто выдающимся музыкантом, но он был крайне талантливым, может быть первым в какой-то момент в стране, в первом смысле главным постмодернистским провокатором. И в конце 80-х годов эта стратегия, стратегия такой постмодернистской провокации, она была самой крутой, такой крутой-рискованной. В 90-х годах она стала самой главной, самой успешной. По-другому, собственно, и нельзя было делать. Потом, в нулевых годах, Сергей Анатольевич этого уже не увидел, этот парадигма, этот способ самодизайна, он сменился полностью, конечно, потому что пришло совершенно другое поколение, и даже прежние люди сильно мутировали. Наступило в нулевых годах время таких новых серьезных, новых послушных, новых реалистов, новых хороших, можно сказать. Но Курехин не увидел этого, и поэтому он остался, конечно, навсегда человеком парадокса, человеком такой трансгрессии. То есть человеком, который обнаруживал конвенциональные границы, прочерченные, и с удовольствием их нарушал. Вообще считал, что любая вещь становится интересной, заслуживает внимания в тот момент, когда она оказалась за пределами, которые ей отведены. Музыка становится настоящей музыкой, когда она политика, или когда она хотя бы театр. Ну, театр это просто слишком. Политика в данном случае не само собой разумеется, и именно поэтому она может работать на музыку и на искусство. Как все люди неофициальной культуры, тогдашней, вот конца 80-х годов, он, конечно, ждал не просто такого конца советской власти. Он ожидал такого веселого апокалипсиса, такого эйфорического конца света. То есть, если быть чуть более точным, такого окончательного обнаружения, обнажения всех смыслов. А вместо этого в 92-м году и дальше, вместо этого веселого апокалипсиса, пришла такая всего-навсего рыночная экономика и буржуазная демократия. И тут нам стоит понять всем, что человек с таким парадоксальным складом ума, человек с таким неавтоматизированным восприятием, человек, для которого провокация является необходимой частью его искусства, он трудносовместим. А если уж совсем честно говорить, как правило, не совместим с буржуазной демократией, потому что буржуазная демократия – это режим для кого? Для кого удобна эта система? Она удобна для таких, ну, для образованных посредственностей с дипломами, для такого среднего класса со средним же умом, для такого дипломированного обывателя, для такого разборчивого, даже можно сказать, профессионального потребителя. Но она несовместима с такими людьми, как Курехин, потому что они неизбежно в этом режиме попадают в экстремисты, в радикалы, в правые, в левые, в мистические, в какие-то еще. И в этом смысле, конечно, появление Лимонки как проекта, оно было подарком для Сергея Анатольевича. Почему? Потому что здесь ничего выбирать не нужно было, быть правым, левым, мистическим или каким-то еще. Лимонка на тот момент совмещала в себе, пыталась совмещать на уровне текста, на уровне газеты, на уровне самоподачи все возможные формы радикализма. Декларировался социализм в экономике, империя в политике, максимальное какое-то авангардистское, экспериментальное начало, постоянно отодвигаемый смысловой фронт в искусстве. И вообще такая новая магия. Интересный момент, что одним из сателлитов Лимонки, одним из таких дублеров, одним из движений, создание которых было провозглашено параллельно с Лимонкой, это было движение новых магов. Оно было учреждено Курехиным и Дугиным. Я помню, в Коломенском на очередительной конференции, очень интересной, где много присутствовало и участвовало разных художников, Курехин рассказывал нам о том, что сникерсы делаются из трупов. И даже это как-то лингвистически объяснял. То есть, у меня была своя какая-то модель объяснения слова сникерсы, отсылки к каким-то там некрофилическим корням в английском языке. А целью движения новых магов, это был такой тоже один из самых большевистских тогдашних проектов богемных, целью движения был, собственно, перенос оккультных магических технологий в область социального и политического через искусство, как некую несущую, медитирующую такую область, как некую трубу, по которой все это идет в общество. И когда Курехина спрашивали, например, кого не будут брать в движение новых магов, кому будет запрещено туда вступать, он говорил, не задумываясь, что две категории граждан не будут допущены в наше движение ни под каким видом. Это, во-первых, идиоты, а во-вторых, интеллигенты. Такой вот момент. Ну и вообще стоит вспомнить, что в тот момент, например, он вел радиопередачу, тогда же, 95-96 год, который назывался «Русский людоед» на питерском радио. Переименовывал, правда, ее несколько раз, но в какой-то период времени она называлась так. Рюхин приходил в бункер за партбилетом. Ему вот эстетически было важно иметь партбилет с автографом Лимонова внутри. У него был 418 номер, в этом был какой-то каббалистический смысл, у Кроули встречается это число и так далее. Проблема не в том, что тот, кому дали до Курехина номер, был 417. Нет, там не так выдавались партийные билеты. А была цифровая, как в Каббале, цифровая, совпадающая с буквами значение у разных номеров. И Кроули хотел иметь 418 номер, и он был ему вручен. Да, он присутствовал, конечно, в бункере, появлялся, общался с Лимоновым. Но, конечно, это было прежде всего для него продолжением его музыкальной и эстетической деятельности, продолжением его перепрыгивания через конвенциональные границы. Так же, как в году, в 90-м примерно, не помню точно, он называл себя американским шпионом, так же он назывался фашистом в журнале «Элементы», понимая прекрасно, как это будет воспринято, как это будет обсуждаться, как это будет не понято, сколь многими людьми. Он относился к людям, для которых было важно, для которых быть не понятым было важнее порой, чем быть понятым. Тогда его вступление в НБП, его участие в организации выборов Дугина в Питере, его участие в движении новых магов, в чем угодно, в газете Лимонко было важно для него, потому что оно позволяло ему сохранить то положение по отношению к обществу, положение по отношению к власти, положение по отношению к системе вот этой буржуазной демократии, о которой я говорил уже, которое он занимал по отношению к предыдущей, к советской системе. То есть другого способа активно действовать, но остаться в той же роли, в этой подчеркнутой независимой, в роли трикстера, в роли, которая все время провоцирует конвенцию, которая все время в этом трансгрессирующем положении находится. Находим границу, перешагиваем границу, смотрим, сдвинулась ли она, как на это реагирует и так далее. Тогда, сейчас вариантов больше, тогда это могло быть только НБП или Лимонко. Потому что все остальные формы радикализма, они были очень плоские, и они не могли его, наверное, привлечь. А очень многие люди, с которыми вместе он был в неофициальной культуре в 80-х, ну, они как-то, хотели они этого или нет, нравилось им это или нет, соглашались они с этим или нет, они все-таки стали частью нового буржуазного истеблишмента. И для них это свелось просто к роли такой, ну, ироничного отношения к этому, да, такая роль нестыдного поражения, что если ты шутишь над собой, то ты имеешь право на поражение. Курехина это не устраивала. Он хотел остаться тем, кем он был, остаться трикстером. А это было возможно в 94-96 годах только с национал-большевиками. Весь консенсус Лимонки тогдашний, это был такой радикальный, антисистемный, но все равно постмодернизм, это был такой гламур наизнанку, да, мы берем все образы, которые считаются не мейнстримовыми, и пытаемся как бы вот ими наполнить некое поле, да, поле концерта, поле митинга, поле бункера, поле газеты и так далее. Нет, люди, конечно, реагировали, я не помню никаких вопросов, да, никакого недоумения. А потом это же было, мы должны понимать, что я вот эту ситуацию сейчас записал как типичную, это не какая-то личная ситуация Курехина, да, Тимур Новиков таким же был адептом на тот момент, да, масса рок-музыкантов не столь известных, там, Ревякин из «Калиного моста», и масса людей каких-то, художников, Миша Рошняк, ну, можно бесконечно вспоминать каких-то разного уровня известности людей, из неофициальной сцены, из андеграунда, которые не находили способа, да, они не хотели перезагружать себя, они не хотели в эту матрицу вписываться, они не хотели принимать новые правила, и для них единственный способ остаться независимыми, да, но активными при этом и заметными, это был альянс с Лимонкой. В Питере был тогда тоже свой бункер НБП своеобразный, он был официально зарегистрирован как какой-то чайный склад, и какому-то принадлежал предпринимателю сочувствующему, и вот в этом бункере происходила вся предвыборная кампания. Собственно, она сводилась к расклейке очень странных листовок, к организации шоу, последняя, насколько я понимаю, поп-механика, организованная Курехином, скандальная, да, которую очень активно обсуждали, она была вообще-то предвыборным событием, когда выходил на сцену Лимонов и долгое время читал сначала имена всех каббалистических ангелов, да, крутились какие-то люди, я думаю, что можно в сети это найти, это шоу не могло уйти, потому что оно распространялось активно в том и на кассетах и так далее, но это был такой, с элементами такого эстрадного краулианства, перформанс, если бы это было не связано с выборами, может быть, это не вызвало бы уже в 96-м году такого сильного альянса, а то, что это было политически ангажировано, да, то, что это подавалось как некая акция, чтобы голосовали за салбышевского кандидата, это приобретало, здесь Курехин был прав, это приобретало дополнительный смысл, конечно, да, то есть это был не просто театр абсурда, не просто интересная музыка, не просто шоу, не просто какая-то очередная, очередной такой кунштюк питерского богемного человека, а это, из этого был, делался некий конкретный политический выбор, для многих людей оскорбительно конкретный, да, что почему после этого мы должны за кого-то голосовать, что за фигня, да, но как бы в этом и был весь смысл, чтобы это предельно абстрактное, предельно психологическое, предельно психоделическое послание вдруг максимально конкретизировать, да, вдруг этот луч сделать узким как лезвие, да, сказать, что и таким образом мы должны пойти на выборы и проголосовать, вот, да, какая-то 5555 человек, кажется, проголосовало за, в итоге, насколько я помню, такое странное число, за выдвинутого кандидата, собственно, там, когда люди хотят победить на выборах, они ищут деньги, ищут связи в эстеблишменте, они не устраивают краулианских эстрадных представлений, да, там, в духе храма душевной юности, нет, то есть я не согласен с тем, что он стал проигрывать, мне кажется, он выигрывал до конца, мне кажется, то, что он пил, как Кушнер выражается, шампанское бедрами, в какой-то момент стал восприниматься им как проигрыш, да, потому что это делали и другие, потому что, как бы, все прежние запреты пали, потому что все было можно, все были люди из его среды, и он сам предельно востребованный, предельно цитируемый, он был постоянно звездой на питерском телевидении, мне кажется, в какой-то момент он стал ощущать это как проблему, да, ощущать, что отведены некоторые границы, в которых вот он имеет успех, и он понял, что перепрыгнуть эти границы можно только под лозунгом «Светлый хаос против темного порядка», да, только под национал-большевистским флагом, да, который тоже парадоксальным образом сочетал в себе некое нацистское впечатление и некий коммунистический месседж. Вообще Курюхину нравилось все, что происходит, должны это понимать, вообще все, да, другой вопрос, что это значит, в данном случае, да, можно с симпатией относиться к событиям, по-разному совершенно симпатия может выглядеть. Не знаю, он, ну, у него было эйфорическое переживание жизни, понимаешь, там, когда он отрицал систему, когда он повторял какие-то революционные лозунги, когда он участвовал в каких-то радикальных мероприятиях, как бы он оставался и эйфорическим человеком, человеком такой внутренней, крайне позитивной, такой вот яркой, расцвеченной такой истерики, можно даже так сказать, музыкальной, политической, какой угодно. Поэтому, как бы, ему нравилось бы вообще все, и то, что происходит в десятых, в нулевых. Другой вопрос, что это значит в поведении, да, какую бы позицию он занимал, конечно, никто из нас представить себе не может, потому что вся его стратегия, это стратегия тех времен. В этом смысле есть какая-то драматичная, странная логика, да, в том, что вот тот, что он не жил в нулевые годы. Продолжение следует...